Сегодня хочу еще раз вам рассказать о дополнительных средствах ухода за лицом. Итак, смотрите, до сих пор путаются, для чего нужен тоник, для чего нужна мицеллярная вода и что такое эссенция увлажняющая на вейдж. По порядку, вот эта эссенция, она используется после умывания вместо тоника перед сывороткой и кремом. У нее гелеобразная текстура. Так, просто пальчиками наношу ее на лицо, вбиваю, втираю и потом уже продолжаю дальше уход. Это не тоник и у эссенции нет функции тонизирования кожи. Это просто увлажнение, дополнительное увлажнение, если кому-то его не хватает. Для любого возраста подходит. Сейчас у меня три вот таких тоника есть. Love Nature, это тоник против пигментации и тоник для сухой и чувствительной кожи. Love Nature, как водичка. А вот этот тоник против пигментации, он тоже как водичка. А для сухой и чувствительной кожи тоник гелеобразный. Как-то в чате написали, похож на кисель. Смотрите, какой он. Основная функция тоника, это подготовка кожи к дальнейшему уходу. Если кожа протонизирована, то последующие шаги у нас работают лучше. Сыворотка впитывается лучше, крем работает лучше. Вот этот шаг тонизирования кожи, он обязательный в уходе. А вот это мицеллярная вода. На первый взгляд она похожа на тоник, но у нее нет функции тонизирования. Для чего мы используем мицеллярную воду? Она хорошо удаляет косметику. С глаз макияж можно удалять, с лица можно удалять макияж. Я мицеллярку в основном использую перед макияжем. То есть, допустим, я утром проснулась, сделала уход, использовала тоник, умылась, протонизировала кожу, нанесла сыворотку, крем. Через некоторое время я хочу сделать макияж. Перед макияжем я протру лицо мицеллярной водой.